И всем привет! Продолжим наше традиционное подведение итогов года. Сегодня я решила сделать подборку, которые у меня бывают редко на канале, но которые не менее важны, о людях, которые воспитывают наших чемпионок, о тренерах. А перед началом не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, ведь чем больше лайков, тем счастливее мой кот Юлия Брасукова, олимпийская чемпионка в индивидуальной программе, а сейчас тренер гимнасток сборной России, в частности Анастасии Гузенковой. Помимо этого Юлия Брасукова открыла собственные школы художественной гимнастики не только в Москве, но и в других регионах. В этом топе Юлия за юную звездочку Настю Гузенковую, которая не перестает удивлять на мировых турнирах. Все чаще она появляется в компании уже прославленных спортсменок и кто знает, как у нее обернется следующий сезон. Но в этом году она уже зарекомендовала себя как один из лидеров сборной. Анна Вячеславовна Дьяченко известный тренер уже не одной чемпионки мира и олимпийской чемпионки. Из самых известных Алина Макаренко, Дарья Кондакова и нынешняя звезда Александра Солдатова. В сегодняшнем топе в первую очередь за то, что всегда рядом со своей спортсменкой. Ее отношения с Сашей это достойный пример того, как должны выглядеть реальные отношения тренера и гимнастки. Помимо тренировочного ковра Саша Солдатова вместе с Анной Вячеславной проводят мастер-классы и фото и автограф сессии. Ну и что особенно мило, Саша очень хорошо общается с юной дочерью своего тренера. А дочь обожает Сашу, так что у них за ковром настоящая семья. Ирина Зиновка хореограф-постановщик сборной России. В этом году она была номинирована на национальную спортивную премию как тренер года. Так что как минимум за это она достойна находиться в этом топе. Ирина Борисовна составляет упражнения гимнасткам в индивидуальной программе и групповым. А также принимает активное участие в подготовке спортсменок к важным стартам. Ну и просто невозможно не включить в этот топ тренера, чьи воспитанницы забирают все медали соревнований российского и международного уровня. Вера Николаевна Шаталина воспитывает двух сестер Арину и Дину Аверину. За их достижения на протяжении долгих лет и за прекрасное интервью с отзывами о девочках. Главный тренер сборной Украины Ирина Ивановна Дерюгина. За особенный стиль в подготовке спортсмена к своей стране, который выделяется и запоминается. Но и отдельное уважение за то, что стабильно к каждой олимпиаде Ирина Дерюгина находит тот самый алмаз, который точит к играм на протяжении четырех лет и который достойно представляет страну на всех международных турнирах. Последняя находка Влада Никольченко. Уверена, она нас удивит в 2020 году. Инна Быстрова. Тренер, про которого много знают гимнастки, но мало кто знает из тех, кто не варится во всем этом. Тренер, который на протяжении уже нескольких лет занимается молодежной сборной России в групповых упражнениях и всегда приводит их к победам. Но и не менее интересный факт и достижение, это уже воспитанная, конкурентоспособная сборная Японии в групповых упражнениях, которую Инна Быстрова также готовит на протяжении нескольких лет. Гимнастки из Японии составляют на данный момент огромную конкуренцию всем и особенно приятно, что в этом им помогает такой замечательный тренер. Ну и немного личного, когда я была гимнасткой, мне посчастливилось увидеть, как тренирует Инна Быстрова. Так что для меня это еще и лично особенный человек, потому что я была поражена ее доброте и строгости в одном лице. Ирина Липарская главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике. Она воспитала огромное количество гимнасток, которые добивались побед в том числе и на Олимпийских играх. Она всегда преподносит себя умной женщиной и никогда не влазит в конфликт, за что ее особенно уважаю. И в сегодняшнем топе за юные таланты Алину Горносько и Анастасию Салос, которые весь сезон удивляли своими постановками. Уверена, у них еще все впереди, но уже одно то, что юные девочки так быстро набирают обороты по мастерской программе, за это без сомнений достойное место в нашем топе тренеров года. Ну и напоследок тренер, я думаю, про которого ни у кого не возникает сомнений, почему эта женщина в подобном видео. Ирина Александровна Винер-Усманова. Только за этот год Ирина Александровна достроила дворец художественной гимнастики в Лужниках, где были проведены крупнейшие соревнования, в том числе первый юниорский чемпионат мира. Она всегда привносит что-то новое в спорт, учится сама и учит окружающих. Мудрая женщина и всегда строгая. Настроена на результат для своих воспитанниц. Все, что сейчас имеет российская сборная по художественной гимнастике не обошлось без ее вложений и сил. Огромная благодарность и почетное место в нашем с вами топе. Ну и я жду от вас в комментариях, кто по вашему мнению тренер года и почему. Уверена их намного больше. Ну а мы увидимся в следующем видео. Помните, что я вас их очень сильно люблю и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok